так ребят стартую блин с чарликом гулял поздно лег вчера там вдруг заехал немножко посидели побегал немножко в этот fallout с ним посидел вот пока начинаем пока что начинаем так и и и и и и и и Продолжение следует... Так, сейчас штаны на домашние переодену быстренько, вот, и вернусь к вам. Просто веб-ку вырублю. Вот он только что пришел, крутил с прогулки. Ну и начинаем по чуть-чуть. Сейчас мне дадут ссылку на матч, кто с кем играет, и тогда станет понятно, что стримить сейчас. Почему, и как, и где. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, корейский веск сегодня говорил у нас тут. Чел был, но, чё-то я не понял, вон прошел.. А, погодите. Корейский Веск идет без стрима Весковского, короче Отлично Такой корейский турнир взять и не застримить Но это ж просто дичь какая-то ММА там бьется В этой стадии Продолжение следует... 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 Ну что, поехали, ребята Так, это мой дом тоже Здесь мама моя живет А вообще, как бы я в другом доме живу Сейчас вверх против Макса Да у нас бьется китайчика Посмотрим, что из этого противостояния выйдет Оба стенку делают, насколько я вижу На рамке Два газа там, два газа здесь Почему пробка стоит? А, пробка стоит, потому что там 16 уже пробок было Рядом Еще один гейт пошел Соответственно, надо точку сбора уже Поменять бы не мешало бы Что кровь и делает Привет всем Привет, Мороз ПВ-бампер сломал, печально Бампер размыс бывает тоже Так что бампер не самая Жесткая тема, но Обломно, конечно, обломно Особенно, если Сам не можешь нигде сделать Так, Макс тоже газ начинает добывать И, опа Это пропси у нас Старгейт, ребят Че Кыр закажет-то интересно У нас сталкеров, адептов Или что он закажет Два сталкера пошло у Кыр Ну, если он сюда придет, найдет То тогда здесь все понятно станет Сразу пусть можно выбить Старгейт, соответственно Надо проверять, что здесь есть А ничего нет вообще Вот только третий пилон пошел А ведь это третий пилон уже Так-то Поехал домой, Кыр И пошел проверять Где он проверяет Почти дошел далее сюда, но Так, дальше Иди, дружок Ты че? Иди, иди дальше Ну, че ты встал тут, Кыр? Ну, все-таки проверит, да? Да, все-таки проверяет Старгейт Вот он, нашел его Вот он стоит здесь Адепты на силнаге Пробку минус нули Можно уходить отсюда Вон Просто батарейка нужна В минеральной линии Действительно, как бы Здесь что еще делать Два адепта Два сталкера адепта Встречаю двух Они будут уже заходить Ну, тут Ну, пробок не обязательно было Сливать должен, я вам сказать Здесь, в этой ситуации Так, сталкеры там где-то Ждут адепт в ТВ Макс отзалетает Два сталкера Встречают Да, мягко говоря, маловато Сейчас Ну, адепт Поймал, по крайней мере Еще сталкеров Он парочку делает Надо выдвигаться Всеми вперед Сейчас, если хочет Он тут что-то Разумительное Продемонстрировать Ну, пилон сейчас Макс может выбить Конечно Ну, четыре сталкера Так, да что за хрень Так, а четыре сталкера Вперед идут Кыра Так, а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да заходи ты на рампу-то. Чё Квёр делает, объясните мне. Он боится на рампу? Зайди, зайди же ты на рампу-то, ё-моё. О! Похоже на 1-гррррр. Макса такие-то совсем проблемы адовые, по ходу дела. Гегэ, он пишет. Это 1-0-грррр. Ну, видишь, норм зачинишь там свой бампер. Ну, видишь? Бампер. Бампер. Грррр. Гррр. Гррр. Уф-уф-уф-уф. Грр. Бампер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, ребята, обещал я в час дня постримить, собственно говоря, вот он я здесь И сейчас, здорово, Арамчик, здорово всем Вы тоже побыстрее сюда идите, потому что, ну, что-то надо смотреть Потом будет перерыв, конечно же Ну и вечером, возможно, если Никуда я не сорвусь, буду стримить шоу-матч 20.00, пораньше бы они начали, конечно, маленько Почему 20.00? Ну, хотя для Европы нормально, вообще Арамчик 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 Так, ну что, ребята, вторая игра Так, надо бы счет проставить А, все, он стоит, я же мастер счета Он со вчера еще стоит, 1-0 И на правильном месте он находится Что самое главное В предыдущей игре КРРТ В ответку на проксе Старгейт Оппонент-то просто Дома поставил батарейку Два сталкера Отбился от Оракула И запушил Макса Да, с токерами По земле, получается так вот здесь пилончик дополнительный пошел на мейник ставит снизу пилон кто во что играет пока мне не совсем понятно если честно но похоже что первый раз нацелен на них распил он здесь стоит хотя в принципе можно все что угодно поставить так вот чуточку раньше сталки раню здесь опять адепты до 5 адепты и без вообще каких-либо юнитов они ставят здесь надо проверить что происходит чуть он так здесь едет вот же пилончик то сверху стоит что за дешевый развод я чуть не понимаю это тут дарки могут быть здесь может быть все что угодно надо было наверх заезжать ему и не париться вообще здесь пробка за пробкой гонится пытается уйти как-то необычным маршрутом каким-то сталкеры побежали проверять но тут нет ничего ребят здесь нигде ничего нет но перестраховываются лишний раз кир не все равно оппонент заказать не сможет как вы видите бустится вар так 10 вперед уже полетели ничего себе не стал телепортироваться смотрите-ка надо принимать вот они в тылу тут ходят где-то а вот и пробка пожалуйста полярная стоит дефка не телепортнулись никуда отменяет ему иди ты их лови а здесь еще одна то же самое абсолютно как делает это под куш а он еще и упал он еще и робот дома делает самое интересное то есть можно и пушнуть и можно и роботик сделать попытаться получается чтобы пытаться у нас дарков принять только вот сможет ли кардарков принять вопрос открыт пока все здесь четыре сталкера так-то как бы и тяжело против них будет противостоять адепты возвращаются домой каким маршрутом они возвращаются они пока вообще так что-то на выходит так 6 сталкеров есть будет больше сейчас их варки со 2 в атаку прямо но тут очень многое будет зависеть от того кто куда и что варпанет сейчас макс от варпанет дарков в атаку токар сможет подкушать его и неплохо на самом деле вот адепты залетают как я вижу ой пилона оставить еще один так один адепт внутри один снаружи оказывается здесь сталкер достаточно много пришло надо отменять пытаться этот нет сервер есть хорошо хорошо развел оппонент своего пилон братан бей пилон два делка варпанул оппонент кира дарки нарезают батареечку ну тут сталкеры есть ребят надо кайтить их дарков я имею ввиду иммортал готов два зилка сталкер макс отпускается отбиваться надо кайтить зила то что тут говорить то еще зила то откатил крррчик одного некст у него тоже есть у макса да че то рабочий что больше по моему не так счетного сталкера терминус ну у макса доделается эморку дарки возвращаются сталкеры подходят сюда новенькие у макса да только-только восстановлено энерго этот энерго питание пилончика ну и тут дарки пришли и отбили все а в сервер почему один опс вообще вот где 2 ну то та ошибка контроля которая может стоить игры кромбо был бы здесь опсон был уже убил бы макса да это очевидно и абсолютно момент ребят я в этом уверен на тысячу процентов просто вот но он почему-то стоял дома блин со всем своим и ничего не делал сейчас еще сталкера вперед идут 22 16 по лимит здесь лимит прекрасно вот этого моего пацана можно откатить вообще в легкую сейчас архона имморталов 2 их надо развести на поля и покуснуть попытаться например каким-то образом так вышел вперед макс я смотрю да куда ты лезешь-то кирчик вот да одного иммортала развел на поля сними залпом поля то с другого один сталкер да вот так какой контроль что-то тут мертвоватки идет сталкеров курфу кусит оппонент своему и моркова до пола там есть у максов так чудо сталкера макую начинается опять контроль полный контакту еще один и морков 3 делается не откатил что ли так еще сталкера у феррера варкаться так батарейка готова нужно сталкеров дождаться обязательно чес и морков сраны здесь демч очень жесткий выдает второй вышел и морков все батарейки полей больше нет кир отступил или нет отступил да решил что все хватит кушать здесь два два адепта его напрягают сейчас кстати говоря так опять один на мейн зашел один не зашел так на напрягать эти есть пробочки без без регенерации полей лимит еще близкий у макса до чарж пошел укр вообще ничего не делается наем месте робобой сыграл бы и блинк например а ведь почти убил оппонент своего еще чуть-чуть получше законтролил бы было бы вообще прекрасно все дома аксервер есть надо его взять с армии почему висит вот так вот криво сзади я не знаю имморталы добавляются вот технологий киру явно не хватает здесь дарк обходит смотрите вот он вот он пошел минус дарк хорошо среагировал хорошо убил надо найти пилон восходить ну че-то кир сидит никуда не идет у макса да тут я смотрю оооо минус опс тут уже если опс в рейнже вижена там уже нет смысла что-то дергаться как-то твайлайт то нет кирчика че он хочет сделать то я чуть не пойму сейчас макс просто архива темпларов пилит еще так и вообще хорошо все будет а а ну он с дарков архоном хочет сделать пилды задавил пилды раздавил здесь и вообще печаль будет плюс 2 гейта ни робо бэй ничего еще гейт пошел к а он просто чисто масс гейт мясо будет делать я так понимаю так здесь пробка еще стоит да видел макс не видел смотрите-ка пробочку кир не видит при этом все кира плюс 3 гейта делается 5 будет призма делается с н3 делается почему только не понимаю он газ не хочет подраскачать для меня загадка газ бы раскачал вообще хорошо бы было здесь архивы темпларов у макса уже пошли после даркшрайна еще и пилон не выбил который рядом с ним есть тоже печаль вот здесь нету китайцы контроля карты никакого абсолютно кир выдвигается вперед прямо иллюзия через его армию сейчас пролетит насколько я вижу правда макс это не видит точно сколько тут у нас юнитов есть вот он все сюда стягивает на оборону кир приходит его больше намного больше по лимиту нужен варп что будет варпе сейчас интересно мне какие юниты будут варпе зелки да там трипси штурмяка делается чисто зелки ну в принципе у него хороший микс есть эти зелки есть сталкеры есть филды заходит он вперед сейчас есть батареек нет никаких абсолютно надо архона пробивать архона убивает одного 10 филдов можно пару поставить имморталов чтобы оттянул немножечко оппонент назад максат на призму тут законтроливает теперь тоже контролит на призму да варп идет новенький и неплохой архона надо сбрить филдами можно разобраться так дарки резать начинает кир уведи армию какой контроль у боги у кира сейчас был он просрал всю армию свою и это гг ему это 1-1 к сожалению а ведь так хорошо в куш пришел так хорошо пришел в куш и просто минус кир так сортов дэми лав минус ну так сортов дэми лав минус ну так хорошо так хорошо так 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 Так, шуртов против Макса, да сейчас будет стрим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь я написал, все еще заинвайт с тортов Макс, у нас будет в ближайшее время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, прыгаю в игру, кажется там уже что-то начинается. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Игра приостановлена. Так, пауза что-то. Рио, короче, сервер, не тот, хвост, а вот они-то соображали-то долго-долго соображали, и только сейчас сообразили, короче. Ну, бывает, что тут говорить. ДимаTorzok Так, ждем инвайтика мы. Так, ждем инвайтика мы. Инвайтика нет, но я сам запрыгну вообще в принципе. Так, ждем инвайтика. Так, ждем инвайтика. Так, ждем инвайтика. Ну, все, поехали, ребят, наконец-то игра начинается. Так, а то надо прикрючить холодно вообще. Хотя у нас сегодня весь адский снег, которого много было. Почему адский? Потому что его много было. Резко начал таять, и у нас вообще жижка, короче, полная тут образовалась, я вам скажу. Так, ну все, начинаем, погнали. Ребята. Семнадцатая хата. Газ пул сортов, ребят. Макс отыграет пилон гейдосник с кибернетчиков в стенке снизу. Гарда путная. Кротус желтый на одиннадцати. Зерк синий на пяти часах появился, в общем-то. Ну и... Ну и не знаю, что они будут играть здесь, если честно, вообще, ребят. Потому что я Макса да уже тысячу лет не видел. Ну, китайцев мы вообще редко видим. Кр против Макса, наверное, предыдущий вот матч. Это был вообще первый их матч, который на Лигу Лаки вообще зарегистрирован. Потому что я пытался прогуглить, кто там что. И в итоге, короче, ничего не загуглил. Там ничего не было, в общем-то. Вот. Ну, никакой инфы, я имею ввиду, о том матче. Так, нам шар сортов потом будет, получается. Так, сортов Максов. Новая королева сыграет. Играет сортов Кр. Чуть позже тоже будет. Короче, всё там позже будет, ребят. Важная королева сыграет, как я их выбираю. А я их обочаре была. Играет свежая перakan. А я их беру. Они tahu, я сейчас просто. Так, тут два адепта Макса да приходят Пытаются напрягать Как вы видите Ну особо там сортов и не напрягал Он ничего вообще не убил пока что А адепты минус будут, обратите внимание Надо окружить бы их сортовщику Что он и делает сейчас Тут у Макса да вопрос Какой пинг тут конечно на американском сервере Потому что Видел я что ему не очень там удобно играть Но, например тот же Этот Его оппонент В предыдущей игре Макса да крр Он мог выиграть по моему легко достаточно Но почему то как то Он не законтролил И для меня это загадка была Почему он не законтролил Мне кажется убить он мог Так, собаки что-то набегают здесь Еще десять строятся То есть сортов решил подгрызть оппоненту Точно третий никсус Выход выйти не дать На третий решил ему Так, варф пойдет сюда Видите, здесь стенка есть Так, сталкеру здесь не пройти Но адепт точно мимо батарейки пройдет Когда протска закрывал Там он мимо поставил просто батарейку Я насколько вижу Эволюш он Бэллинг Нест погнал сейчас У сортовчика Но я бы на его месте не спешил бы Тут прям Масить, масить, масить Как бы юнитов Потому что Я имею ввиду Бэллингов Потому что Протса нету третьего никса Ему Бэллинг басть нечего Протс Сидится Выйдет Просто спокойно С глефами Как бы И будет тяжело А ведь здесь Глеф уже Делаются И 5 плюс гейтов И это вообще Двухбазовый какой-то пуш Насколько я вижу Так Оракул залетел Оракул просто Дамага Нагребал сейчас Вообще Конкретное количество Еле ноги унес Что называется Но С другой стороны Бэллинг Нест есть Коготь заказан Как бы Это что значит Это значит можно Пушать в принципе Так Вейны будут В адепту взрываться Или нет Что делает Сорток Я вообще не понимаю Но он не дает Оппоненту его Поставить Третий никсу Своему точнее Оппоненту Да И При этом Сам там Что-то собак Просто мастит Мастит Призма на мейн Полетела уже То есть адепты Могут на третью Адепты могут на мейн Ворваться Здесь в первую очередь Надо сконцентрироваться На обороне Сорток Потому что у него Экономика лучше А адептов Здесь пачки Просто какие-то Нереальные Варкаться И Попробуем Что-нибудь Противопоставить Здесь Собачки прибегают Вот Вот у нас Пробка Надо бы ее Грызануть Здесь Но Сорток Вообще не реагирует Никак на эту пробку Адепты Прям на мейн Залетают Или нет Нет Не стал Врываться Максов 78 88 Бага Сорток Держится Собак Много в продакшене Бейлинги Тоже есть в продакшене Есть Оракул рядом с мейном Здесь нечего особо принять Сорток даже настолько Забеспокоился Что плетки Решил поставить На третий И на мейне Так А что же максов Максов Группы основной На третий 14 адептов На мейн Призма Полетит Надо зайти На третью Блин Куда Пошел Сорток Сорток Видит Заходит Уходить Из-под плетки Надо Дружочек Собаки Накидываются Надо запустить Бейнов Сюда Бейнов Пропусти Сорток Бейнов Не пускает Контроль Дики Так Большую часть Адептов Принял На мейне Королев Просто пачка Тоже принимает Адептов Всех 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 Еще 8 Варкет Снизу Упроц В это время Кстати Дропчик Готовится Сорток Который Может Выбить Из колеи Просто Оппоненты Его Так На третью Адепты Блин Могли бы сейчас Ворваться Крайне опасно Я вам скажу Но не ворвались Че-то Блин Последние два дня Как-то хрень Где мечи Видно Отросток Че-то блин Сводит То ли диафрагму То ли что там Сводит Не знаю Как-то прям Неприятно Такое Состояние Самоощущение Все Оооо Рабочих Прот Лишился В это время Атака идет От Сортоку На третью И на вторую На второй Вклам Королевы Линги Принимают Все На третьи Адепты Уже тут Распальтушили Вообще Всю базу Нужно бы Побежать бы туда Но Как побежать туда Если нечем Побежать туда Трансьюзер Здесь идут Третью Сортоку Туги отдал Я так понимаю А что происходит Вообще Может мне Кто-нибудь Сказ Почему Сортов Третью Так Адепт Ядра Заказана Но Так Адепт Телепортируется Макс Да конечно Меньше Сортов 65 дронов Но они Где-то Все на Двух Базах Надо бы На четвертую Перевести Этих Дронов Сейчас Иначе Проблема Будет Здесь Определенно Адепт Еще Довар По Корее Китаец Ты уже Там Раскачал Рабочих Своих Обратите Внимание Так Адепты Здесь Так Сверху Адепты Отходят Че Сортов Гонит Вон Смотрите Пришел Выход Про Дрон Еще Тупарь Сортов На шаг Позади Оппонент Че он Делает Адепты Разводят Просто Как Щенка Его На второй Базе Вообще Их Нечем Встретить Обратите Внимание Бейлинги Все Здесь Абсолютно Все Бейлинги Здесь Находятся Адепты Уже Тут На мейн Проходят Плюс Еще Доварп На мейн Здесь Конечно Есть Плетка Королевы Гидра Приходят Надо Отойти Чуть Назад Гидра Должна Быть За Адептами Гидра Должна Втанчить Все Бейлинги Идут Вперед Неужели Сортов Сливает Эту Игру Похоже На то Что Сортов Сливает Эту Игру Бейлинги Зайти Не Могут Ничего Зайти Не Можут Сюда Лимиты Уже Равные Падает Гидра Дэн Падает Все Абсолютно Реводжера Нет Роучи Нет Чем Встретить Гидра Без Рэнжа Еще Без Скорости Передвижения 1 1 1 0 Максим Если Стоп Удоволь Что Хрень Какая Да Я не знаю Что Сортов Хочет Здесь Это Минус Мэйн Это Минус Сортов Атакованы Рабочие Атакованы Войска Атакованы Скопление Минералов Выработано Ну Дробчик Еще Здесь Был Какой Хотя Слушайте Ну Тут Колосса На самом Деле Вот Чем Проблем Колосс А почему Сортов Такой Тугой Мне Может Кто Небес Почему Он Сразу Не Сделал Такого Дроп Я Не Понимаю Еще Я Не Смог Нормально СН3 Задроп Вообще Здесь Телепорт Домой Просто Делает Это ГГ Ребята Это ГГ Сортов Держится Пока Ну Тут Я Не знаю Здесь Шпиль Мог Помочь Бук Теоретически Да Тут Хату Установить Шпиль Запилить Но Лэйр Это Нет Как Б Заранее Абсортов Шпиль Может Запилил Бо Сейчас Получилось Заранее Заранее Айдика Третью базу Сортов Разгромил Оппонент Своему Нужно ли Здесь Атаковать Колодцы делаются. И как с колодцами сортов биться будет мне интересно. В ядре скорость рейндж пошел. Надо подступить сейчас куда-то сюда вообще. Ну сортов херню какую-то сыграл. Вместо того, чтобы ровуч урон поставить вовремя, чтобы реводжеры были и все было в порядке. Он что-то непонятное делал. Тут забеганик это готовит. Ну куда тут 140-110 лимита? Ничего не сделать вообще. Опять лимит заходят на третью базу. Сортов херни, батарейки он энергию выманивает. К нему зато атака идет. 35 адептов офигеть просто. Вот это все бейнами можно было бы теоретически взорвать, но только теоретически, потому что не взорвать. Атака идет. Продолжение следует... 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 Так, ну 6 гейтов у Макса Да, опять же, если сейчас еще 2 добавят То будет 8 И опять какой-то адепта пуш, походу, намечается Он бустит глефа Сейчас, как вы видите Я не знаю, готов ли в этот раз будет Сортов к такому раскладу В этот раз с третьим некстом, правда, гейтов не 8 Не, ну тут не будет такого суперулынового Как в прошлый раз В прошлый раз Испроц с неадептами Ничего не сделал, он бы, в принципе, проиграл бы Так, ну адептов тут пачка гигантская Пошли вперед Как гигантская для этой стадии 8 штучек Так-то она не супер, какая-то гигантская на самом деле У сортов в этот раз оверы делаются для дропа Где они вообще? Вот они... А, вот Беллинга и Линги на вторую полетят На третью баску до забегания собачками было Небольшую Здесь адептов много у Макса, да смотрите-ка достаточно То есть он может зайти, больно сделать Но сейчас сортов ему делает больно Вот здесь вот минеральная линия Потому что он вообще никак не реагирует на данный момент Насколько я вижу Ооо, собаки просто бесчинствуют здесь 13 пробок минус, адепт принятый Вот че сортов в первой этой игре так не играл Хотя и Максов по-другому первый действовал с другой стороны, да? Грелка ТУ оверов нарезает То, что их нет бы отвезти Их че-то тормозить Надо транс юзить овера, да Транс юзи тверка Грелку увел Максов все-таки в итоге Так, че такое? Бегай, Макс, ты что-то 1-1 Настя, бонусы там какие-то Мне все шлет Транс юзи тверка Транс юзи тверка Транс юзи тверка Дайте-ка на евро я схожу Там Крнамшар играет Ой, точнее Крнамшар играет А я хочу Намшар Максов посмотреть сейчас В игре он, там в игре Что это за хрень Последнее время, что он не может перейти Нормально туда В игре он, там в игре В игре он, там в игре В игре он, там в игре Продолжение следует... 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 Давай, фан, пофер, когда будем раскачивать. Это баксов 40, наверное, 30. И туни, факт. Короче. Нам шара третья. Нам шара по катушке там, бейном. Собаки что-то бегают прям туда-сюда с бейлингами. 101, 102 по лимиту. Здесь опять какой-то... Да ёпт, кто там ещё, ещё надо. Сейчас, секунду, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Evolution complete. Your forces are taking damage. Hey, your base is under attack, man. Your forces are under attack. Так, конечно, тут это Саня, ё-моё. Очень плохо, я-моё. А у меня мелочи нет в натуре даже, кстати говоря. Что самое интересное. Поэтому Саня, блин, плохо будет. В общем-то, Макса тут, смотрю, неплохо проатаковал. Четвёртую забрал. Намшар, правда, с люрой пушить собрался. А против люры, на самом деле, сейчас очень-очень-очень тяжело. Убийца просто. Вот. И может больно быть. Так, а ракуу минус ревелэйшн кинуть не успел. Просто нам шар сейчас... Ух, сейчас можно отдаться было на муве. Но не отдал, всё норм. Люра зато пришла. Раз, два, три. Копаются три люркера. Начинают прессовать. В это время зилотов до варфа идут на мейнсете. Они с чаржем уже. Внутри зилотов, боюсь, я тут особо ничего не сделаю. Ну, тут нам шары аннигилируют, как вы видите. Третью, просто. А здесь на мэне проблема. Кстати, проблема-то серьёзная тут на мэне. Но... И на второй проблемой будет. Может, лэйр имело смысл? Тут 17 гидралисков, лингов много заказов. Вот, прирост вышел. Сейчас начнёт разбиваться у нас. Нам шар. Надеюсь, дилот и выгодно размениваются по гидралисковому. Выбирают больше, чем дилко. Кладилки, напомню, что подешевле этого юнита будут. Лимиты вроде как равные, но... У просто нет третьей базы. Это очень-очень плохо. То, что у просто нет третьей базы. А нам шар снял четвёртую. У него уже пятая есть. И так он там газа столько пилит. Кого ему столько много газа? Зачем? А, ну для люрой газ нужен очень сильно, на самом деле. Если плюс два, он не делает вообще. Ну для сша. С ВСМИХ. СМИХ. С УСМИХ. С UAV. Продолжение следует... Так... Что-то Макса-то нам шара... Посмотрите, как тут прессуют... Уже и не так-то все хорошо у нам шара... А у Макса-то, между прочим, 2-2 грейды... 23 гидрала заказаны... Это победа процесса, ребят... Вот иди, блин... Тебе... Это хрень... Я думал, что Макса-то это мертвец какой-то, абсорб... Ну, это мертвец, потому что он мог этими делами эту гидру убить, если просто на мэзик... Какой-то лишь мэкс здесь происходит... Просто гидра в хлам отдаётся вся вообще... Надеюсь, сейчас это тоже юниты отдадутся, похоже, ТП домой попёр... Колосс не телепартнулся... Ну, Архон телепартнулся полудохло... И ему отсюда не выйти будет теперь просто-напросто... Надо гейт убивать... Нет, всё-таки нам шар отбился каким-то чудом... Нет... Ох... Так, 144, 170. Макс это всё не уймёт. Что-то я смотрю. Так, чё там, когда будут нерфать, надо бы ссылочку на самом деле на баланс бы посмотреть. А, да к бустыне тут. Сейчас посмотрим, ребят, кстати, баланс мы, как, что там с балансом у нас. Четвёртый Нексус нам шар вынес, но Макс это идёт сам наверх, ребят. Смотрите, здесь сколько Протса дофига. Люра вообще не на позиции здесь оказалось. Надо заходить, может, быстрее. Вот сейчас Люра только скопается. Надо с Люрой биться, Протус. Так же Протса криво юниты стоят. Это жесть. Но даже так, он заходя, Люру прогнал. Почему бы что... Потому что нет вообще юнитов, которые Люре бы помогли бы здесь. А она одна. Один на один осталась с этим всем диким миксом, которого 2-2 грейды. Кстати говоря, Макса 3-3 делает, между прочим, апгрейдики-то. Ещё довар пошёл, ребят, а Макс это, если особенно сейчас 3-3 доделываются, вот, то может всё и неплохо дальше быть. Так, заходит Макс. Штармы по рабочим. Люрукцу вынес, кроме одного Люркера. Здесь бруды оказались, миксы. Блин есть? Да, блинчик-то есть. Надо бы сваливать сейчас отсюда. Понимает прекрасно нам шар, потому что иначе сталкеры развалят. А чё делает-то Максов? О, Архон минус. Под блин, агрессивный ход брудов попёр. Сейчас 3-3, через несколько секунд уже готово будет. Нахрен нам шар вылетел из-под Люры, брудами ход там вперёд. Из-под всех своих юнитов ключевых, я не знаю. Бруд лордов уже несколько штук Максов заминусовал. И ещё сейчас минуснёт, возможно, бруда. Нет, не минуснёт. Сталкеров не хватило. Здесь транслюзики есть. Надо отступить. Четвёртую Макс от глазу не берёт. От плохо. Очень. Да, я уже нашёл на гудгейме. Вижу, сейчас посчитаю. Ну, про бусты я вот только про бусты успел прочитать, что у них не 100% ускорения будет, а 50, но не 10, а 20 секунд они будут действовать. Разницы вообще никакой нет. Короче, практически в этом. Хотя, нет, разница есть. Разница есть, на самом деле. То есть, если, допустим, у тебя много бустов скопилось, и грейды ты делаешь, то ты можешь ускорить, короче, их по КД бустя нынешним бустами в два раза, как бы, получается. Если вообще всё время их бустишь. Вот. А новыми бустами только полтора, но зато новые бусты, если энергии прям не бесконечное количество, как бы, то они также будут бустить всё. Также, абсолютно. Так, забегание с собаками идёт. Какой напряжометр здесь просто идёт в этой игре. Под люркера будет. О, да ну здесь. Куда он лезет? Это ГГ, ребят, нам шарфчики побеждает, походу. Я вижу, что здесь не смять Макседу, вот это всё. Три глюнитов, зерга. Голос падает, эмоции падают, сталкеры подходят. Бризма вынесена тоже. Ну, сталкеры сейчас хорошо с грудами бьются, особенно если у них грейдики 3-3. Но боюсь я, что здесь пора ГГнчик писать Макседу, так как сейчас сюда ещё собаки забежать могут, а это совсем печально было для него. Ну, тут нам шарф забыл про своих лингов, если честно. У него тоже 3-1 грейд, грейды хорошие вообще. О, это не собаки оказались, это оказались Бэйны, ребята. Сделали большой бадабум. Здесь просто и минус рабочие. Все практически. ГГ, Макседу, счет 1-0 нам шарф. Да. КАКИ. И dann, пожалуйста. Сделали. Идем. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Изначально его вообще никто не стримил, если честно, этот веск Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за стримы, помич Дима Торзок Дима Торзок Спасибо всем за поддержку Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Короче, ребят По балансу сейчас хочу вам сказать А на NC что-то дропается Хронобуст не на 100%, а на 50% ускоряет, но длительность не 10, а 20 секунд То есть, в принципе, если у тебя один хронобуст, то эффективность ты такую же получишь Если их много, то она снизится Сталкер демедж снижен с 15-21 до 13-18, но зато скорость атаки увеличена То есть, ближе к старым сделали Юнит получает плюс 1 к базовому урону, плюс 1 к против бронированных целей за игрой Ранее было, то есть, я первый раз сейчас прочитал, что у сталкера было плюс 2 демеджа Ну, то есть, и атаки по легким прибавляют, плюс 20 Было 15 плюс 21 демеджа не было Ничего себе Понятно, но это правильно вообще Оракул время производства снижено, потому что Игра приостановлена Так, ну ладно, из репла я вот сейчас Игра приостановлена Так, заучили к этому сюда И дезраптор кд увеличен У тиранов вороном время прицеливания ракет броню снижающую Снижено с 24 до 143 стоимость снижающей бронеракет не 125, а 100 маны Вот, и дальность спуска матрицы прерывания 9, а не 8 Скорость матрицы прерывания увеличена на 50 Мина вдова меньше строится, короче, всего больше изменений пока никаких не вижу Ну посмотрим На самом деле ничего сверхсерьезного там, ну не изменили Не изменили Вот, я вас всех рад видеть, ребята Помните про подержоз, естественно, подписывайтесь на премиум Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, про плейёху я уже говорил Я хдк, а там плейёха будет Вот Но в ближайшее время я уверен в этом Потому что тянуть тут не буду с этим турниром Чё тянуть-то Субтитры Алексею Дубровскому! Интересный скин на Адепте здесь. А, ну он в плаще такой с этой херней на спине, поэтому так и выглядит, как-то странно. Так, ну Адепты пришли, одного дрона всего лишь минус. Ну вот так себе разминка, а ты одного дрона минусуешь и одного Линга на двух Адептов, если честно, потому что контроля нет, юнитов больше нет, а ты ничего не убил фактически. Так, ну Феникс за Тувера здесь настрелял некоторое количество. Макс решил перехватить хитро. Ой, кстати, возможно, перехватит его где-то вот в этой точке. Ну не, ушел, ушел. Феникс, конечно, намного быстрее Овера. Сейчас вот они встретятся. Оп. Он полетел. Но Макс это невнимателен абсолютно, поэтому Овер сейчас пролетит, и весь мэм ему тут спалит. Оракул вперед погнал. Робов вот из Таргейта с Твайлайтом. Фаржи пока что нет, ребята. Карта Одиссея, напомню я вам. Желтый трот с красной зеркалом. Вы видите их. Позиции уже не смысла греть, уже понятны они давным-давно. И опять Глевы пошли от Макса, да любитель Глевчиков он у нас такой прямо... Глевчиков он уничтожил. Так, спасибо, Вейв, еще раз за поддержу. Спасибо всем за поддержу. Ребята, здесь у нас движуха какая-то продолжается. Да, варпочки идут хорошие такие, ребята. Хорошо убился об стену, пацан. Просто вот как надо убиваться об стену, старый прикол. Я вспомнил этот... Реально, что-то... Что-то типа того адептами сейчас Макса тут чудил. Просто взял и всех просрал в хлам, блин. Так, надо поаккуратнее быть с собаками. Хочешь драться поаккуратнее. Ну тут в гидре скорость, ребят, с дальностью. Адептам по катушке тоже скорость делается. Все делается везде, как бы, вроде как. Так, все в порядке. Бэйн и адепт тут ворвались. Я думаю, сейчас Макс от ГГ через несколько секунд напишет. Блин, чего я не успел напилить на них? Думал, что... Хотя первая игра бы заставила бы понедленности, я не скажу. Потому что в первой игре там дидидиди-дикая была. Лит-адепт попер. Лит-адепт достойный, я бы сказал, кстати. И в счет на давар бы, если бы было, может быть, вот сейчас бы давар. Хотя тут бэйны были, сейчас они в давар бы весь этот взорвали бы нафиг. 55-81. Уже гидралы начали во всю строй. Сейчас у них скорость будет по катушке у бэйнов. И тут уже без шанса будет абсолютно вообще. И тут уже без шанса будет по катушке. Так, 93-98. Протас, блин, настолько офигел, что тут наварпил больше боевого лимита, чем зерч, самое удивительное. Пытается зайти на мейн, и ведь зашел на мейн. И сейчас сюда будет заварплен СН-3. Надо заходить срочно на ХГ. Ну, тут СН-3 не помогают, короче, Максаду. В отличие от первой игры с тортовым, нам шар сразу все понял, что он хочет сделать. Сразу же все через мук наверх завел. ГГ 2-0. Опа. Не надо нам перемоток назад никаких. Нам надо ливать. Так, какие у нас далее матчи? Деми-маск, Кирфу, нам шар сортов у ЗВЗ. Почему-то не посмотреть нам его. Деми-маск, Кирфу. Деми-маск, Кирфу. Деми-маск, Кирфу. Продолжение следует... 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 Ну что, погнали, ребят. Ну что, чем примечательный турнир, который я стримлю? Продолжение следует... 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 Везде тут какая-то беготня идёт. Опять сортов пытаются к нам шару забегать. Ну и забегание-то хорошее такое на мейн прошло. Собаки нам шара тупят, стоят вообще не в бою. В это время три бейна ещё от сортов и на третью пригоняют. Нам шара становится резко-резко меньше по лимиту. Так, по рабочим мейн. Чуть 69-97 нам шара здесь стало. Ну он вроде как добычу восстановил, но у сортов и четвёртого уже у него 15 аж роучи строятся. У нам шара с двух эволюшенов грейдой лепятся. Роучи сортов и вперёд побежали уже, тык-тык-тык-тык. А нам шара рабочих строят, гг. Нам шаров по ходу дела 14-44 по лимиту. Я не вижу возможности для него здесь вообще отбиваться. Хотя, если вот сейчас он закажет масс роучей, то может быть что-то и получится. У него есть плюс один, как бы у оппонента нет плюс один. Сортов фейканул такой, типа я иду к тебе, а сам назад пошёл. Здесь на дронов на хату направить дистанс майнинг, попёр уже от нам шара. Такие косяки вообще в этой игре. Кстати, у нам шара хат намного четвёртая позже была, но качать начал зато раньше. И грейды делаются у него 2-1, везде там грейдики делаются. Всё вообще ништяк у нам шара в этом плане. Но по боевому лимиту в два раза он проседает. Даже больше здесь 28 роучей у Сортуха. Сейчас у них как скорость доделается, так он вперёд, собственно говоря, видимо и поломится. У нам шара надо сейчас просто роучи, роучи, роучи и СР зажимать. Какие дроны? Куда он всё дронов-то строит? Всё ему мало дронов, а? Всё ему дронов мало. Здесь такие пачки бегают, уже видел, он же там пачка нереальная бегала. И всё равно дронов строит. 68, 104 по лимиту. Попробуй выдержать теперь атаку эту Сортуху. Просто заходит тупо на рамку, получает фаербулы. Но Сортух-то точно не знает, сколько здесь лимита. Посмотрите, у нам шара. Вот пошёл на ХГ, фаербулы падают, нам шара всё больше и больше до заказа. В это время бейны пришли, настроил конченый рабочих. Бейлинги зашли и просто всё взорвали. Ну и всё, собственно говоря. Но с другой стороны, у нам шара грейдики лучше. Если вот он чудом каким-то дождётся вот этого апгрейда, плюс два, то тогда у него есть шанс что-то сделать здесь разумительное, я так думаю. Так, роучи обходят сверху, роучи обходят с этой стороны. Нам шара вынужден поделить армию свою на части сейчас, чтобы принять бой нормально. Заходит Сортух, на фаербулы попадает. Да, часть улита попадает, на фаербулы часть не попадает. На нам шара отступать подальше сейчас, как можно дальше. На мэйне нужно как-то с приростом, с королевой отбиваться, с дронами. Я не знаю, с чем там ему отбиваться. На четвёртой базе здесь Сортух очень жёстко прессует. Через несколько секунд плюс два грейд доделается. Плюс два грейд готов, насколько я вижу, да. Ну а роучи на мэйне зато бесчинствуют, и их не остановить в этом плане. В этом моменте их не остановить вообще. Вот уже у нам шара и рабочих меньше. Но 2-1 на 1-0, ребят, вот это плюс для него. Вот если Сортух сейчас будет лезть, но отдаётся как-то на грейдах таких, то тогда нам шаровских может быть у нам шара будет шанс. Но Сортух решил свалить, и у нам шара есть шанс дронов-то заказать, как бы попытаться подраться нормально. Вообще нам шар же участь такую демонстрирует хорошую, но здесь свич флюру будет сейчас, или в гидру добавление, я не знаю, гидроденка есть уже давно-давно. Сортух, вижу, боится подземного передвижения сейчас нам шара скоро. Нам шара плюс два броня пошла, это единственное, по которым он грейду в ближайшее время будет вести, потому что Сортух тоже 2-1 сделал. Сортух. Продолжение следует... 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 о чести раучей тут порвало прикольно еще версия на режиме раскладки смотрите ставить пробки на ума на 10 расчете на висит я думал он видит сколько нет нет не он только и там еще висит оказалось везде вроде как все задеплена так внутри три у нам шара сортов сам вайперов делать нам шару нужно 200 на 33 попытаться выйти вот для него это шанс сейчас других шансов я здесь не вижу если честно для нам шара потому что ну тут только что-то сразу придется отменить хорошо успел отменить люди за она только заказано тут за плевок могло быть влететь демо за там пару сотен как бы хата могла погибнуть просто не пару может даже больше шухать когда она начинает строить и около пары сотен там уже так вложил суп сортов нам шара сейчас вам у нам шара два вайпера вот сейчас у него есть шанс просто смотрите я бы на его месте даже не вытягивал эту люру а просто пришел зеленью заблочил бы и в атаку бы пошел всеми все нам шара идет в атаку насколько я вижу смотрите зелень да только один вайпер зелень умудрился выставить но тут от сортов а фонтер зелень нам шара идет вперед это просто смотрите как нам шар сортов ади запрессовал 3-3 грейды вот как это происходит сортов бился одну а три базы в 5 бас сортов сортов овских нам шар бился при этом всем сортов ребятки шестую уже ставил и нам шаром удлился слиться здесь просто так люра заход на муви нам шара идет прям наверх все люра копаются на четвертый закопки грейд готов фаербулы падают оверсиры минус по один люркер там минус но чё-то нам шара здесь просто доминирующих какое-то преимущество по юнитам и так люрк копался но люрк погибнет здесь надо перевести одного еще нам шар сразу две базы сортов у минусует здесь и сейчас чё он делает тупик на хрена он люркеров по отдельности вообще сливает непонятно но 174 на 125 по лимиту и возможно возможно это гг для сортов а здесь столько переворотов в этом звз было но здесь я боюсь уже нечего переворачивать вообще еще и 3-3 там грамотно тайминг зашел что как бы 2-2 в 3-3 нам шар дрался но вот начинаем ну вот опять опять просто на муви идет конченый блять кому-то и сливает своих юнитов я же говорю здесь еще в этой игре уже столько переворотов было что я не удивлюсь здесь сортов опять с 3-х баз своих когда одна добывает что перевернуть нам шара умудрится но на люру за окопки кстати решает просто жесть как она моментально вкапывается выкапывается просто моментально так еще люра у нам шара пошла у фортов вообще есть люкер хоть один вообще нету а зря зря а выкопался там нам шар и пошел далее у фортов а так бомбануло что он ливнул бля ну просто из такую группу как-то сливаешь может и бомбануть ребят я вам серьезно говорю реально тут бомбардировочка случилась бомбардировочка случилась с большей одни но в м Our Ну что-то сегодня сортов не заходит вообще, если честно. Нам шар 1.0 повел, погнали. Продолжение следует... 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 В прошлой игре Намшар что-то сотворил и в этой. Вообще жесть какая-то. Я не знаю, как это происходит. Здесь лишь плюс 2 есть грейд. То есть плюс 2 решает очень сильно. Намшара поэтому и по лимиту больше. Надо продолжать давление, иначе Намшар развалится. Я не знаю, что он ждет. Инъекции, наверное, дома там надел каких-то. И продолжать будет прессовать. Роучи подходят все. Сейчас еще пачка хорошая такая идет. 128, 119, боевой лимит больше. Фаерболит оверов Намшар, суртовку. Два минус. Сейчас еще, возможно, минуснет одного. А если соплайблок сделать, так вообще печально будет. Фаербол еще по оверу проходит. Соплайблока пока нет, но, возможно, в перспективе ближайший. Суртов отступает. У него нет плюс 2 атаки. Намшар продолжает прессовать, выманивая на фаерболы оппонент своего. Фаерболы ложатся очень так хорошо. Суртов ловят несколько из них сейчас. Намшар отступает от единственного фаерболка. Суртов может кинуть, но реведжер один есть. Намшара больше, ребят. Намшар победил. Как это вообще происходит? Я хз. Ой, Суртов по фаерболам-то заходит. Ой, Суртов по фаерболам-то ходит здесь. Жесть. Намшар ворвался в третью базу. Фаерболы падают. Суртова, кстати, скорость роучем, по-моему, доделась. Намшару надо продолжать давление. Суртова плюс 1 грейд доделался. Намшар что-то тянет. Что он там тянет? А, он реведжеров еще делает. Все ясно. Реведжеры нужны, конечно, из дамаженных роучей. Это лучшее, что можно сделать в данной ситуации. Я не знаю, нахрен сюда Намшар лезет. Зайди ты уже на третью. Конечно, сюда. Здесь лучше прессовать. Сейчас у Суртов вторая атака доделается. И Намшар может слиться здесь просто. О, позицию Суртова отжал. Фаерболы по оверам зашли. Хорошие. Сейчас Суртов просто отдал несколько оверов на мувер. Намшар пытается то снизу, то сверху заходить. Вот снизу Суртова отжал. Смотрите, Суртов выходит. Фаерболов Намшар накидал. Нормальное количество. Оба друг друга фаерболят. Все еще лимита больше. Но у Суртова Грейт подъезжает. Вроня. Ой, какие фаерболы от Намшара зашли. Суртов просто по ним по всем прошел. Ошибка буквально одна. Предыдущих уворачивался. От этих нет. И вот вам результат, ребята. Здесь Намшар от фаерболов сныкал. 142-109. Как это происходит? Наверное, Суртов ливает. У него пригорает. Ну что, Суртов против. Надо дождаться здесь. Ну, Кыр играет, по ходу дела, все еще. Где-то там, далеко. Суртов, по ходу, ливнул куда-то или нет. Или он на американский сервер пошел. Не знаю. Жесть вообще. Как Суртов сейчас эти два ЗВЗ перевернул. Это каждая ЗВЗ просто дичь какая-то, если честно, ребят. Возьмем. Так. 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 Продолжение следует... Прошли на Европу вообще. Все группы записей есть. С кассом и блаем. Так, только я, походу, не выложил ещё её, да? А, вчера я только её вчера влил. Ну, точно, точно. А, потому что она ё-моё, ну ясно, бляха-муха. Потому что она доступ по ссылке ставит, ну ништяк. Сейчас выложу. Так, короче, сейчас на гудгейме я выложу её тогда. Всё. 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 Продолжение следует... Так, ну что, сортовка. Пока что 0-0, сейчас поехали. Сортовку нужно тащить, ребят. Плюсаните, пожалуйста, группу С. Я выложил для вас ее сейчас. Вот. Будет вам что посмотреть. Я эту позже выложу, как закончится. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, сортовка. Я не знаю, какие шансы у кого здесь на выход из группы. Есть ли они вообще. Давайте сейчас посмотрю. Сортов Деми Лав 2-0 минус 0. Сортов с Максадом 1-1. Сортов 2-0 фуэли. То есть это сколько? 5-1. Так. Сортов 5-3 на Мшару 0-2. Но если победит 2-0, то должен проходить стопудово. Сортов у Мшара шоу крыка. Дела. 1-1 Максад. 1-1 Амшар 2-2. 1-1 Деми Лав 3-3. Куле 2-0. 5-3 тоже, короче. Одинаковая абсолютно ситуация по картам. Тут надо побеждать, короче. Новая королева создана. Так, ну тут с уртов что-то наглеть начинает. Я смотрю, смотрите. Сгрызали эти шель пошло, да? Самое настоящее сгрызали эти идёт, ребят. Собаки кибернетку жрут. Или что они же? Сталкер делают. Здесь оверморфится вдали. Оверморфится прямо здесь. Если получится варп сожрать, это для тортова будет решением, конечно, проблемы. Но варп не получилось. Скушать, ребят. Опа, здесь стенки-то не оказалось. Смотрите-ка. Ой-ой-ой, какая жесть. Такая дичь. Федя дичь. Иммортал вышел. Иммортал надо хавать сейчас. Зелки доварпливаются. Кыра. Но собак что-то очень много здесь. Но вторая батарейка из уртов тут сливает. Собак вообще на этой батарейке второй. Что творить-то вообще? Куда он полетел-то? Я чуть не понял. Здесь у нас две батарейки. На мейне что? На мейне зелки. Три зелка Сталкер. Короче, отбился здесь. И сортов вынужден перейти сейчас, собственно говоря, в матрах. А что если пилоны как-нибудь уйти сейчас? Ну, тут новый будет поставлен. А нет, смотрите, собаки-то пробегают. Куда там держится сортов, не пойму я. Зелки на чаже уже видят прекрасно сортов. Пробки на халке минусуются сортов. Надо посвалить хоть несколькими собаками. И не для того, чтобы они там были где-то в обороне. А для того, чтобы держать напряги мейн продолжать шесть лингов. Они могут понапрягать все еще. Так, Беллинг Нест много лингов делает сортов. Здесь у нас Доварпы идут с Марио Зилотов. Иммортал плюс пять зелков имеются в наличии. Но если... А, из этих лингов можно вот что. Бэйнов здесь наделать и просто как сюда прилететь. И, короче, приунывать будет сильно, если они сюда прилетят. Вообще прям жестко. Зелки заходят, призма прилетает. Бэйн и Морфет с сортовымким Кырчиком. Кырчиком Доварп идет. О, Дилков-то тут как много стало. Что себе? Так, я не понимаю, нахрена сортов делает эту чушь вообще? Зачем он с собаками тупо забегает? Если он мог Бэйнов сейчас наделать нормальное количество. И попытаться минуснуть вообще все. На Мэйне просто с ударом. Бэйны падают. Собак много очень у сортова. До Варф еще идет Зилатов. Зилатов прям дофига. Нужно с лингами поаккуратнее быть. Но все раб... О, Кыр просто мэнит. Ё-моё, какой провал от Протца, ребят. Вот если бы не эти минус рабочие на Мэйне, был бы шанс. Но так как 8 дронов осталось, шансов здесь просто нет. В итоге, я так понимаю. На Бэйлинге падают. Сейчас Скорпоследнюю атаку в лоб предпримет. И... Ну, вы сами понимаете, что эта атака ни к чему не приведет хорошему. Так, Зилки садятся в призму. Зилки не высаживают с призму. Им здесь нечего ловить. Здесь Бэйны есть. 67, 28, 1, 0 с уртов. Ребята, повел с уртов. А ведь Кыр мог вообще и на Изичах втащить, вы видели сами. Вторую карту ждем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ребят, здорово всем. Пилю еще раз рекламу. Кыр против тортов. Это крайняя игра в этой группе у нас получается. Вот. И мы ее смотрим, как вы понимаете. Так, секундочку, мне звонок идет. Мне надо ответить, ребят. Так, секундочку. Я здесь, среди теней. Так, ну что, ребят. Кыр против сортова. Пац, ныкал Кыра здесь твайлайт, делает чаш. Посмотрите-ка. А у сортова Беллинге, Линге, это Беллинг Баст, похоже, будет. И, кстати говоря, Беллинг Баст очень в тему зайдет. Почему? Потому что здесь Пилон Зилот в рампе. Это же вообще жесть. То есть СН3 не будет. И очевидно, что у сортова Беллинг Баст просто на ура зайдет. Нет батарейки, нет СН3, нет ничего, короче, играть здесь. Сортов звонит, что 2-0 собрался унижать. Всё, Беллинов-то соедини, балбес. Вот. А то можно среагировать. Понимаете-ка, первые Беллинги чуть раньше пришли, можно отреагировать грамотно. Так, Пилончик надо бы минуснуть. Сортова-то понимает, что неплохо бы его минуснуть. Всё, гейты отключены, ребят. Это ТГГ, это 2-0 просто в пользу сортова. Это жёстенько. На, Даршань здесь. Но он уже не доделается ни в коем случае. Куда Даршань? О чём речь? Вы видите, что происходит? Вообще, 18 лимит на 54. Ир отлетел 0-2, ребята. И только один Пилон здесь надо было ставить. Бега. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем за внимание За записи будут и ВКонтакте Ну и там выложу при следующих стримах Плюс анёте, короче Всё, ребят, всем пока А, давайте, погодите, итоги подведём Ну вышел, наверное, у нас Тортов, наверное, вышел Так Тортов, да, точно вышел Намшар точно вышел Намшар первый, наверное, Тортов второй И кто-то там третий, короче, будет Вот как-то так Всё, всем пока Вчера, напомню, кстати, была из первого Вышел, что самое интересное, молодец